Нью о чем Открытие производителя презервативов. Размер имеет значение. Причина дурной славы презервативов кроется в их плохом исполнении. Мужчины нередко жалуются на дискомфорт, снижение чувствительности и неподходящую форму. По результатам недавнего федерального исследования их использует лишь треть американцев. Вступившие в силу изменения в отраслевых стандартах и в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, буквально распахнули двери для производства презервативов на заказ, как костюмов в ателье. Бостонская компания начала продавать презервативы, выполненные по индивидуальным заявкам. Размерная линейка насчитывает 60 различных вариантов, комбинации 10 возможных длин и 9 окружностей. Вот только изменит ли такое нововведение отношение людей к презервативам? Единственному надежному способу одновременно защититься от нежелательной беременности и от большинства заболеваний, передающихся половым путем. Эксперты в этой области здравоохранения не уверены. Множество идей по улучшению презервативов угасли, в частности из-за высокой стоимости их тестирования, а в FDA презервативы считаются медицинскими принадлежностями. В 2013 году фонд Билла и Мелинды Гейтс спонсировал конкурс на лучшую модель самых комфортных презервативов, но их до сих пор нет на рынке. Пока одни победители все еще бьются над созданием прототипов, другие просто опустили руки. Среди производителей презервативов на заказ выделяется Global Protection Corp, влиявшая на FDA и Ассоциации отраслевых стандартов. Главное, чего добивалась компания – уменьшение размеров, как утверждает ее президент Дэвин Уидл. До недавнего времени стандартные презервативы должны были достигать 17 сантиметров в длину, но согласно результатам исследований, средний эрогированный пенис примерно на 2,5 сантиметра короче. «Идея заключалась в том, что презерватив должен подходить большинству мужчин по размеру», говорит Дэби Хербеник, эксперт в области сексуального здоровья из Индианского университета. «А лишнюю длину можно просто свернуть». Совместно с коллегами она опубликовала исследование, в котором принял участие 1661 мужчина из США. Результаты показали, что у 83% пениса короче размера стандартного презерватива. Средняя длина составила около 14 сантиметров. По словам Рона Фрейзериса, вице-президента по исследованиям и экспертизе в некоммерческой организации Essential Access Health, некоторые мужчины в ходе тестов жаловались на то, что презервативы соскальзывают. Иногда более длинные презервативы ощущались туже, потому что у мужчин поменьше, у основания полового члена латекс скатывается, свертывается и давит сильнее. Заказные презервативы под брендом MyOne Perfect Fit могут быть в длину от 12,5 до 24 сантиметров и диаметром от 9 до 12,7 сантиметров. У стандартного изделия длина обычно составляет от 17 до 21 сантиметра, а диаметр от 10 до 11,5. Но тот шаблон, по которому мужчина может себя оценить, не включает в себя размеры в дюймах или сантиметрах. Вместо этого принято использовать случайный набор букв и цифр. Один мужчина может оказаться Е-99, другой Z-22. Опыту мужчин, для которых самый маленький размер оказывается большим, не позавидуешь. Рассказывает мистер Уидл, владелец бренда MyOne. По его словам, уже через несколько часов после начала продаж, его клиенты заказали презервативы всех 60 размеров. Один из покупателей, 34-летний Шон Реймунд из Остина, Техас, заказал размер B17. Стандартные презервативы ужасно соскальзывают, а лишний латекс замедляет кровообращение. Ощущение, как от анаконды, обвившие человеческое тело. Еще и в диаметре никогда не хватало. Делится он. Некоторые идеи для улучшения качества презервативов вызывали прямо-таки недоумение. Например, галактический колпачок. Полиуретановый накопитель, покрывающий лишь головку полового члена и крепящийся к ней медицинским клеем. Естественно, в FDA такое нововведение до сих пор не тестировалось. Но, тем не менее, Чарльз Пауэлл, изобретатель из Калифорнии, продает его за 20 долларов, прямо под носом у FDA. «Если они придут за мной, я перенесу производство за границу, в Мексику», утверждает Пауэлл. Он заявляет, что его галактический колпачок дарит больше ощущений, потому что с ним больше кожи остается непокрытой. Пауэлл, однако, признает, что его пластырь не всегда способен защитить от заболеваний, передающихся половым путем. А некоторые испытуемые жаловались, что он болезненно открепляется. Другие идеи казались вполне осуществимыми, но по финансовым причинам их реализацию пришлось отложить. Марк Маглотлин выиграл 100 тысяч долларов в конкурсе фонда Гейтсов, предложив проект коллагеновых презервативов с натуральным эффектом из коробьих сухожилий или рыбьей кожи. Изобретатель заявил, что ему не хватает еще 2 миллионов долларов для проведения клинических испытаний. Проект гофрированных презервативов оригами, позволяющих более свободно двигаться внутри, тоже получил одобрение и Гранд Гейтсов. Но попытки проверить, как у изобретателя идут дела с реализацией, не увенчались успехом. Его сайт недоступен. Еще одна победительница, Махуа Чаутхури, медицинский фармаколог в Центре здоровья и науки Техасского университета A&M, рассказала, что компании по производству презервативов рассматривали вариант инвестирования в эластичный кондом из гидрогеля. Она также утверждает, что внедрение антиоксиданта в структуру презерватива может стимулировать кровоток и мышечное расслабление для поддержания эрекции. Пятидесятилетний мистер Уидл, президент компании по производству презервативов на заказ, пришел в эту сферу еще будучи студентом университета Тавца. Вместе со своими друзьями он продавал презервативы в упаковках с изображением университетского талисмана – слона Джамбо. «Тогда бушевала эпидемия спит. Мы просто придумали прикольный слоган и картинку для упаковки презерватива. И раз, презервативы – это больше не что-то табуированное, запретное», – рассказывает он. Вскоре Уидл, который собирался стать профессиональным скрипачом, сообщил матери, управляющей церковным хором в городе Кристал Лейк в Иллинойсе, о своих намерениях полностью посвятить себя производству презервативов. С тех пор он успел стать соавтором презерватива, светящегося в темноте, помог открыть на Манхэттене магазин «Кандомания» и выиграл в суде право продавать линейку презервативов под маркой «Плэжа Плюс», растягивающихся ближе к накопителю. «До сих пор огромнейшая проблема презервативов заключалась в их образе», – отмечает Уидл, тесно сотрудничающий с общественными организациями здравоохранения. Новое федеральное исследование показало, что многие люди еще не используют презервативы. К тому же почти 7% женщин, пользующихся ими, заявили, что презервативы либо полностью спадают, либо рвутся. В Европе можно было приобрести заказные презервативы еще в 2011 году. Тогда их выпускала фирма «Зейфит», которую позже купила Global Protection. Уидл жалуется, что, несмотря на это, понадобились годы давления со стороны FDA и еще двух учреждений, американского сообщества тестирования и материалов и международной организации по стандартизации, чтобы задумка наконец добралась до Соединенных Штатов. Единственная проблема заключается в тестах вроде «Подвесь и сожми». Презерватив наполняют водой и сжимают, чтобы посмотреть, не протечет ли он. Или воздушного разрыва. Изделие продувают изнутри для проверки прочности. Оба испытания были разработаны для более длинных презервативов. Если вы производите презерватив, который в два раза меньше стандартного, то он попросту не вместит в себя такой объем воды, не растянется достаточно под давлением воздуха, поясняет Уидл. В конце концов, FDA разрешила расширить размерную линейку, а в прошлом году ASTEM International разработала новые методики тестирования для более широкого спектра презервативов. На странице Reddit для мужчин, которые считают свой пенис маленьким, отреагировали на это по-разному. Один из участников обсуждения под ником RadSivir, не пожелавший назвать свое настоящее имя, пишет, что полезнее было бы просто заменить латекс на какой-нибудь другой материал, а не делать под заказ. «Если я хочу хорошего секса, я просто не использую презерватив», добавил он. Другой пользователь, Throne Away, напротив заинтересовался и отметил, что раньше презервативы скатывались и соскальзывали. Monkey Fun, в свою очередь, рассказал, что уже сделал заказ. И хотя презерватив подошел хорошо, он предпочел бы стандартные модели просто из-за более низкой цены. «Это же не туфли и не бюстгальтер, которые мы вынуждены носить на протяжении всего дня». «Я forgot my password», тоже оформил заказ, потому что стандартные презервативы были ему малы. «Да, знаю, это не особо вписывается в обсуждении, но я иногда вас подсчитываю», – оговорился он и добавил, что покупка его пока не устраивает. Заказные презервативы стоят по 66 центов за штуку в стандартной посылке из 24 изделий. Один доллар из 66 центов нужно отдать за упаковку из шести изделий, а первым покупателям выслали их размеры бесплатно. 21-летний Майкл Дэвис, студент из Вейверли, Флорида, рассказал, что предпочитает М77, который на один размер больше, чем тот, что он заказывал изначально. Презервативы стандартного размера были ему слишком велики в диаметре, зато заказные с него не соскальзывают вовсе. Доктор Хербеник утверждает, что сексуальная грамотность и умение общаться с презервативами, или, например, с лубрикантом, гораздо важнее, чем просто доступ к 60 размерам презервативов. Она вместе со своими коллегами опубликовала исследование, в котором доказывается, что заказные презервативы, конечно, реже рвутся, но с некоторых мужчин легче соскальзывают. Некоторые мужчины действительно могут предпочесть презерватив, который, по их мнению, подходит именно под их размер, размышляет она. Но большинство мужчин и их сексуальных партнеров вполне довольны обыкновенными. И все-таки, как утверждает Фрезерис, даже если заказные презервативы не несут реальные пользы, они найдут своих покупателей. Хотя бы из-за повышения у мужчин уверенности в себе. Автор Пэм Биллок. Оригинал Нью-Йорк Таймс. Переводила Маргарита Каковихина. Редактировали Иван Рожков и Сергей Разумов. Читал Тарасов Валентин. Редактор субтитров А.Семкин